Итак, это пятничный эфир программы «Рынки. Позиция». Мы продолжаем битву наших фундаментальных и технических аналитиков. В студии для вас работает Андрей Сапунов. И представляю наших сражающихся экспертов. Это Александр Нестеров, управляющий ПАМ-счетом «ФИБА Групп» и Илья Суздальцев, генеральный директор ИКТ «Менеджмент». Господа, приветствую вас. Достаточно сложный день с вами собрались. Прекрасно все понимают, что сегодня вечером то, что росло, может падать, а то, что падало, может расти. Или то, что росло, будет расти еще быстрее, а то, что падало, падает еще быстрее. Вариантов очень много, поэтому очень тяжело делать ставки, особенно, когда вы делаете их заранее, еще до 17.30. Поговорим еще раз про ваши ставки еще чуть позже, но пока давайте разберем предыдущие. Итак, на прошлом эфире эксперты порекомендовали следующее. Технический аналитик Александр Нестеров, он порекомендовал продажу фьючерса на «Лукойл». Просадка составила 1,22%. Рекомендация не сработала. И вот фундаментальный аналитик Илья Суздальцев говорил о том, что надо покупать нефть марки «Бренд». Доходность составила на 0,44%. Сработала рекомендация. И торговый счет между двумя экспертами, фундаментальным и техническим, составляет 3,1% в пользу Александра Нестерова, технического аналитика. Вот у меня, наверное, первый вопрос как раз к техническому аналитику. Почему «Лукойл» не сработала рекомендация? Ну, во-первых, это было связано с котировками нефти. Все-таки же нефть опять задрали. Вы не верили в 50? Нет. Ну, на текущий момент, в любом случае, он остается под давлением продавцов. Да. Уровень 27 тысяч, он сильный по фьючерсу. Да. Его шатают туда-сюда, экстерия идет. Но, в любом случае, он на текущий момент, если взять котировки, он торгуется ниже 27 тысяч. То есть, и, скорее всего, если будет сегодня истерия на выступлении Жанна Фьелина, мы увидим низ. А много ли денег можно проторговать во фьючерсе на «Лукойл»? Какова ликвидность? Ну, ликвидность послабее, чем, например, с индексом РТС. Понятно. Понятно. Еще один вопрос Илье Суздальцеву по поводу нефти. Вы, судя по всему, прицелились в 50 вчера. И вот, видимо, думали о том, что пока WTI, пока Brent не перепишет 50, никакого отката вниз не будет. Да, вы знаете, вчера я брал нефть на открытие. У меня даже тейк-профит стоял 51. Но, к сожалению, туда мы не дошли. По очень простой причине в середине дня вышли негативные фундаментальные новости. Рынок остановился, развернулся, потом опять наверх. В общем, нас начало лихорадить. И вот сегодня, кстати говоря, сегодняшняя ставка, я буду на открытии продавать нефть. Потому что сегодня, на мой взгляд, ситуация изменится кардинально, но об этом, конечно, чуть позже. Да, об этом мы обязательно поговорим. Но я пока насвяжу счет у нас с начала года в битве между техническими и фундаментальными аналитиками. 52 в пользу технических аналитиков и 60 в пользу фундаментальных. То есть ведут сейчас фундаментальные аналитики. Но в целом, если у нас уже выборка получается репрезентативная, да, и можно говорить о том, что и фундаментальный технический анализ зарабатывает примерно 50 на 50. Ну, конечно, в рамках программы рынки позиция. Давайте перейдем к вопросам. Вот как раз из твиттера пишут нам, технический анализ требует индекса S&P. К вам вопрос, Александр. Технический анализ S&P. S&P? Да. Ну, я не думаю, что мы в этом году увидим обновление, ну, к ранней точке, там, 2100 пунктов. То есть очень сильное сопротивление. Скорее всего, отвалимся, и будет какая-то опять нисходящая коррекция. А вот эта мощнейшая коррекция, там, на 1640, 1740, голова с плечами огромная. Все мощное, и головы с плечами разбираются. Да, да, да. То есть я не смотрю, голова с плечами, это обыкновенный ложный пробой. Да. Можно по-другому его сформулировать. Да. Кто голова и плечи, то есть... Ясно. Ну, и вот, Игорь, Игорь Сульзов, к вам вопрос был, почему же все-таки вчера нефть развернулась? Да, это большой вопрос и принципиальный, потому что мы можем чувствовать достаточно длительное время эти последствия этого шага. Вчера мы росли очень хорошо на эйфории по, так сказать, помилованию Савченко, сближению точек зрения, смягчению риторики западной. Ну, вот, после 15.00 послышались заявления руководителя Южной Осетии о том, что они планируют в 2017 году провести референдум по вхождению в состав Российской Федерации. И, конечно, для рынка это было воспринято с большим, так сказать, опасением, потому что все испугались, что сейчас у нас будет Крым номер два. То есть мы тоже присоединим, санкции усилят, поскольку нефть – это необъявленная санкция со стороны ЕС и США в отношении России, начнут ронять. Где-то час рынок ждал, что будет, может быть, последуют какие-то комментарии, смягчения, объяснения, но, к сожалению, ничего не последовало, и, в общем-то, все уже вчера вечером начали продавать, но и сегодня, я думаю, все активно продолжится. То есть это даже, получается, такой подковерной политической борьбы выходит, чем нежели просто обычный откат от круглой цифры, от психологически важного уровня? Да, абсолютно. Это классический фундаментальный анализ, новость, принципиальная международная новость, которая прямо влияет на экономическую жизнь и на финансовый рынок, в частности. Давайте перейдем к ставкам на сегодня, все заинтригованы. Давайте начнем с вас, Александр. Что делаем сегодня, ваши две минуты? Сегодня, думаю, продать фьючер НТС. Вчера на торговой сессии не был обновлен предыдущий хай. Можно график Андрея? Давайте картиночку повесим. Был сделан, но маленьким ложным пробоем, и цена возвратилась под уровень 93. В принципе, можно найти точку захода получше на сегодняшней торговой сессии, где-то в районе от 92-250. Но так как открываем котировки в реальном времени, то есть продажи по рынку... Там еще очень на голову с плечами, похоже. Ну, похоже, да. Естественно, как я не могу контролировать позицию, то есть топ-лос мы поднимаем за уровень 94. Ну, 93-270, скорее всего, можно там отметить. Там у вас написано стоит. Да. Вот. И первый тег 89-500. Скорее всего, от него последует откат какой-то небольшой. И на продолжение мы можем протестировать 88-650. То есть вы фактически берете и вместе у вас сразу несколько совпадений. Я-то, кстати, в технике люблю, когда я сразу несколько и фигуры говорят, и индикаторы говорят, и уровни важные. Есть... Ну, в данный момент мы видим, что это похоже на голову и плечи. То есть я его расцениваю как обыкновенный ложный пробой. То есть был задер вверх для сбора хорошей позиции крупными деньгами. И возврат под уровень. То есть мы стоим, вот этот уровень, он для нас будет значим отсюда. Ясно. Моя жена бы сейчас вас раскритиковала, Александр. Она сказала, что же вы астрологию не посмотрели. Как Сатурн в Плутоне или в Юпитере? Какая Луна, да, сегодня? Да. То есть в какой фазе находится сейчас Луна? Я считаю, для крупных денег дезорожить астрологию. И что за иудейские праздники вообще сейчас на календаре? Что вы говорите? В принципе потенциал сделки в районе 4%, если мы отработаем нижний тэк профит. Ясно. И ваша рекомендация, Игорь Суздальцев, генеральный директор ИКТ Менеджмент. Спасибо, Андрей. Моя рекомендация уже частично коснулся этой темы. И поскольку резко усложнилась обстановка в связи с планируемым референдумом в Южной Осетии, то мы видим сразу ответные шаги Госдепартамента, который уже заявил, что не признает этот референдум и будет считать эти действия расколом территориальной целостности Грузии. К сожалению, сегодня на саммите G7 в Японии отреагировали тоже в итоговом коммунике. Написали, что да, ситуация сложная, санкции все сохраняем. Более того, будут введены, как было написано, дополнительные ограничительные меры, если действия России этого потребуют. То есть нам прямо намекнули, что если что, все санкции официальные и неофициальные, в том числе снижение цен на нефть, будут задействованы. Это, конечно, напугало рынок, конечно, все продают, поэтому я сегодня утром, уже отправил, естественно, заявку утром на продажу июньского фьючерса нефти-бренд по цене открытия и поставил, сори, сори, тейк-профит поставил 49 долларов за баррель на этой отметке. Стоп лоса не ставил, потому что не вижу какой-то, так сказать, реальной перспективы движения нефти наверх. И думаю, что, к сожалению, и в следующую неделю приблизительно основной тренд, это, как бы я в целом говорю, общий взгляд фундаментальный на следующей неделе, поскольку на следующей неделе меня здесь не будет, что, скорее всего, в следующей неделе тоже нефть пройдет в нисходящем тренде, и покупать или вообще, в принципе, искать точку входа на покупку нефти нужно очень осторожно. Вот это, может быть, главная рекомендация на следующую неделю. Угу. Хорошо. Понятно ваша позиция. Ну, давайте вот вернемся к рекомендации по шарту фишеса на индекс РТС. Вот насколько сегодня может быть актуально, что в 17 часов 30 минут что-то скажет Джанет Йелли, например, она скажет, что там то, что думают региональные директора Федрезерва в своем протоколе написали, это к действительности не относится, мы следим за всем миром, нам там нужно то-то, то-то и то-то, ну, в общем, то, что я навсегда говорю. И все, и доллар обратно развернется тогда против корзины валют? Ну, мы видим, что сегодня уже доллар-рубль показал позитивную диванику и на открытии. То есть в предыдущих эфирах я рекомендовал покупки данного инструмента именно от тех точек, с той зоны, где был добор сильной позиции. По технической картине именно на этих зонах бывают доборы и выплески вверх. То есть 68-я фигура, 68 тысяч по данному инструменту, очень сильный. Ну, 50 на 50, что мы ее обновим именно сегодня, там потому что сильное сопротивление. А новостной фактор, он только даст драйвер. То есть все заложено в рынке в любом случае. И техника как бы берет это уже на вторую очередь, фундаментальный анализ и разгон позов в данный момент. Некоторые даже считают, что фундаментальный анализ иногда прямо подстраивает под технику. Александр Нестеров, управляющий ПАМ счетом ФИБО-группу. Игорь, теперь вопрос к вам. По поводу шарта нефти, ну, в принципе, аналогичная картина. Вот сегодня ничего не сделают они со ставкой, опять будет те же самые 50 долларов за баррель. Я имею в виду, понятно, что не сделают в плане повысить-понизить, а опять будут мягкие заявления. А вот насколько сильно вы рискуете своей позицией сегодня? Я с оптимизмом смотрю на сегодняшний вечер, на период закрытия моей ставки. Я не думаю, что что-то такое принципиальное прозвучит. Во-первых, да, и не забудьте сегодня еще ВВП США. То есть я думаю, что покажут все хорошо, и доллар будет укрепляться. Сырьевые товары на укрепление нефти обычно реагируют немного вниз. То есть как минимум каких-то фундаментальных факторов, в том числе и макроэкономических индикаторов, которые бы убедили меня поставить стоп-лосс, я пока не вижу. Ну я напомню то, что у нас в выходные на нашей странице во ВКонтакте состоится голосование уже зрительское. Ваши симпатии за технического аналитика Александра Нестерова, управляющего счетами FIBA Group, или за фундаментального аналитика Игоря Суздальцева, генерального директора ИКТ-менеджмента, вы можете ваши голоса оставить. Они, конечно, будут учитываться при подсчете полного результата в понедельник. Я напомню, что Александр Нестеров рекомендует продавать фьючерс на индекс РТС, а Игорь Суздальцев рекомендует продавать фьючерс на нефть марки Brent. Ну и вот еще, наверное, у нас осталось пару минут для того, чтобы еще один вопрос обсудить. Что касается котировок доллара против российского рубля, в принципе, это любой вопрос любой программы рынка и позиции, телезрители их интересуют. Буквально коротко скажите ваше мнение, покупать доллары сейчас или нет? Как-то печально, но техническая картина говорит о том, что да, скорее всего, будет рубль ослаблевать по отношению к доллару. Не обнамели предыдущий минимум, очень сильно удержали и выплеснули вверх. Техническая картина не обманут. Техническая картина не обманут, говорит, покупать. Фундаментальная картина? И фундаментальная картина не обманывает. Слишком уже, так сказать, следующий, 17-й год будет похож, если у нас вот эти все факторы фундаментально сработают. 17-й год может быть похож на год 14-й. И нам надо предпринять большие усилия, чтобы он был с меньшим размахом вниз для российской экономики, для российского рынка. Но, к сожалению, если говорить на большой срок, на полгода, на полтора года, да, к сожалению, укрепление доллара и снижение курса российского рубля, оно кажется неизбежным. Вот вам и ответ от Игоря Суздальцева, генерального директора ИКТ-менеджмента, а также сегодня в программе принимала участие Александр Нестеров, наш технический аналитик, управляющий по счетам ФИБО-группе Андрей Сапунов. До понедельника.